Два дня назад, 2 февраля в Екатеринбурге, волейболистки Казанского Динамо сумели обыграть Уралочку легендарного Николая Карполя со счетом 3-1 в матче 2-го круга чемпионата России. А уже 4 февраля, не успев соскучиться, команды провели предыгровое опробование Казанского Центра Волейбола перед матчем Лиги Чемпионов. В прошлый раз у нас было обидное поражение. С 2-0 мы вели 3-2, проиграли. Конечно же, хотелось их дома тоже выиграть. Победа нам нужна была, чтобы укрепиться в таблице. Мы показали хорошую игру. Предстоящая встреча имеет важное значение в борьбе за выход в плей-офф. Но даже победа не гарантирует командам выход из группы. В декабре Уралочка, отыгравшись дома с 0-2, выиграла у Динамо. С учетом того, что из пяти групп лишь три лучшие команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу, шансы соперников выглядят не слишком оптимистичными. Тем не менее, подопечные Решата Гелезудинова настроены решительно и жаждут победы. К тому же, все игроки, за исключением давно травмированных Самойленко и Масалевой, находятся в полной боевой готовности. Состояние хорошее, готовы и дальше бороться. В Лиге Чемпионов не опускать руки. Все равно все возможно. Нужно выигрывать, набирать больше очков, потом это будет высчитаться. И шанс в любом случае пока что есть. Завтра пройдем в собрание. Сегодня тренировались, работали уже больше над своими какими-то взаимодействиями. Им обязательно нужно выигрывать и будем завтра выходить с хорошим настроем, играть, бороться и побеждать. Предстоящий матч станет уже четвертым очным в нынешнем сезоне для команд. Две победы на счету Динамо и лишь одна у Уралочки, но одержанная как раз-таки в Лиге Чемпионов. Правда, сейчас команда из Екатеринбурга находится на спаде, проиграв три последних матча в чемпионате прямым конкурентом. Отчасти виной тому и гриб, который скосил многих волейболистов. По этой причине в Казань не прилетели лидеры команды. Парубец, Романова, Йенина, Горелик и сам Николай Васильевич Карполь с внуком Михаилом. Играть же завтра предстоит наполовину молодежной команде Уралочки. То, что мы видим, что приехал не совсем тот состав, с которым мы встречались несколько дней назад. Да, много кого нет из тех, кто играл. Мы, конечно, ждали снова и настраивались, но от этого ничего не меняется. Ну да, вот и знали, что состав будет экспериментальный. Играть нам все равно интересно будет. Без разницы, как бороться нужно за победу. Важнейшая встреча Лиги чемпионов для Казанского Динамо против Екатеринбургской Уралочки состоится 5 февраля в 19.00 по московскому времени. Девушкам необходима ваша поддержка. Мы ждем вас в центре волейбола Санкт-Петербург. Котики, подписывайтесь. Прости меня, котик. 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 Продолжение следует...